Проявив определенную дальновидность руководство советских ВВС, еще в начале 80-х задумалось над тем, что парк истребителей-бомбардировщиков и фронтовых бомбардировщиков понемногу стареет. А в 90-х годах устареет окончательно. И что заменить этот парк вполне способен Су-27. Точнее, такая его модификация, где сочетались бы качество истребителя и ударного самолета. Подобная универсальность, конечно, удобна, однако скорость и маневренность не очень вяжутся с тяжелым бомбовым грузом и необходимостью до предела повысить дальность, то есть брать как можно больше топлива. Компромиссы такого рода редко приводят к удачам. Правда, в Су-27 было заложено столько резервов, что переделка выглядела оправданной. За основу будущего Су-34 конструкторы взяли модификацию Су-27УБ, учебно-боевую спарку. Но экипаж, пилота и штурмана-оператора разместили не друг за другом, а рядом, плечом к плечу. В боевых условиях это психологически надежнее. К тому же позволяет отказаться от дублирования ряда приборов и органов управления. Как и на корабельном варианте, истребитель-бомбардировщик оснастили передним горизонтальным оперением. Оно обеспечивает устойчивый полет на всех скоростях и высотах, включая предельно малые. Учитывая специфику выполнения основных боевых задач, упростили конструкцию воздухозаборников. Антенный обтекатель на Су-34 выполнили приплюснутым, что дало повод аэродромным острякам окрестить машину утконосом. Мало-помалу перекомпоновали чуть ли не весь самолет. Несмотря на все усилия, истребитель-бомбардировщик, по сравнению с базовой моделью, потяжелел почти в полтора раза. Ведь только запас топлива увеличился на 30%. А полностью снаряженный для боевого вылета Су-34 весил 45 тонн. С такой массой и прежние опоры шасси уже не справлялись. На Су-34 установлены двухколесные тележки взамен одинарных. Типовое вооружение самолета включает 6 ракет Р-27Э для воздушного боя и 4 ракеты Р-73 для поражения наземных целей. Как вариант, Су-34 может оснащаться шестью ракетами малой дальности и тремя ракетами средней дальности. Если задание предстоит выполнить над морем, арсенал меняется на три корректируемых бомбы с телевизионно-командной системой наведения и шесть противокорабельных ракет. Для иных штурмовых задач самолет может нести на 12 точках подвески неуправляемое вооружение общей массой до 8 тонн. Планировалось, что к 2005 году ВВС России заменят самолетами Су-34 машины третьего поколения, в частности фронтовые бомбардировщики Су-24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...